Жители двухэтажного дома в селе Подстепное Теректинского района уже несколько лет не могут договориться между собой. Двор у них общий, но о том, кому и какая доля принадлежит, определиться они не могут. Из-за этого к дому невозможно подвести коммуникации. В спор даже вмешался суд. Однако и это не помогло помирить соседей. В доме номер 3 по улице Полевой в селе Подстепное Марфугат Легкобылова проживает уже 20 лет. Дет с этого момента у семьи и начались проблемы из-за соседей, говорит она. По словам женщины, они незаконно изменили план дома и адаптировали его под свои нужды. В 2003 году канализация полностью забилась. До этого момента мы и не знали, что в квартире проходит труба. Все нечистоты были в нашей квартире. Мы ведрами выносили, сами справиться не смогли. Потом на улице увидели септик четырех квартир. Видимо, переполнился. Пошла к Акиму и он отправил нам осенизаторную машину. А потом мы просто заварили эту трубу. Предметом спора и стала канализационная система. Поданный иск в суд удовлетворил требования, от Легкобыловой специалисты перекрыли незаконно установленную канализацию соседям. Но это только подогрело и без того частые споры. Теперь соседка Лилия Юдина требует убрать уличный туалет, забор, а заодно и гараж. В данное время ее иск находится в суде. Я сама собирала деньги. Я сама собирала деньги, вывозила, машину нанимала. Приезжала и вывозила, и выкачивали все, септик. А потом Егорова отделила всех, сказала, не дам никому пользоваться. Вот и все, мы себе отдельно построили. Я им говорила, сделайте на четверых, сложитесь, потому что это очень дорого делать весь туалет. Выкопайте яму там. Все копали яму. Колодцы положите. И колодец такой водяной. Все по уму тоже обложите. На четверых, пожалуйста, пользуйтесь. С ними никто не хочет. С ними, вот с этой вот женщиной, никто не хочет связываться. Вы понимаете? Но проблемами внутри дома дело не закончилось. Теперь соседи никак не могут поделить общую придомовую территорию. Некоторые считают, что им нужна большая площадь. Не дает нам покоя. Все время пишет жалобы. Я объясняю, что у всех перед домом огорожено, не только у меня. Туалет там тоже должны были, получается, убрать. Но его так и не убрали. Подала в суд, но заявление мне вернули. Вроде не так оформлено. Уже шесть лет это продолжается. К разбирательствам был привлечен даже местный Акимат. Несколько дней назад Марфугат Лек-Кобылова получила отдельный участок рядом с придомовой территорией под строительство уборной. Однако там есть поросль. Чтобы решить и эту задачу, Акимат обязался расчистить небольшой участок. Вижу смысл в том, чтобы люди примирились, в конце концов. Потому что добрососедские отношения, каждый из нас знает, это немаловажно. Кроме этого, пару лет назад жителям я предлагал ремонт данного квартирного дома по программе модернизации. Очень выгодные условия, программа очень хорошая и выгодная. Жители отказались. В настоящее время в селе Подсеркново строится водопровод, как вы знаете. И данный дом также будет подсоединен к центральному водопроводу. Затянувшийся спор между соседями пытались урегулировать при помощи медиаторов. Но выстроить мирный диалог между женщинами так и не удалось. В настоящее время гражданское дело рассматривается в суде.